Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Русские 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 новости 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 в московскую прокуратуру есть еще такой в центральном административном округе заместитель префекта воронцов вот он придумал повод для того чтобы запрещать пикеты указывая в отказных отказных письмах что нет объекта пикетирования такой формулировки не может быть соответствии с законом в законе исчерпывающий перечень причин для отказа в согласовании массовых мероприятий причины что нет объекта пикетирования отсутствует и более того во всех формах заявок отсутствует такая графа объект пикетирования то есть даже если мы хотим его указать это совершенно не обязательно вообще-то мы можем не указывать объект пикетирования что мы пикетируем для чего мы пикетируем это не ваше собачье дело господин воронцов он совершил тоже уголовное преступление мы тогда подали заявление в прокуратуру прокуратура просто не ответила мы направили тоже письмо и префекту центрального административного округа ныне он оставил ваш мир и видимо болел тогда и не мог ответить отвечали его замы отвечали тоже совершеннейшую чушь прокуратуре на все это наплевать уголовный кодекс есть преступление есть но правоохранительной деятельности нет вот в данном случае мы думаем направлять ли заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела против лжеца и преступника олейника преступление совершено им она документально зафиксирована есть преступление есть статья уголовного кодекса а если у нас прокуратура нет прокуратура у нас действует исключительно в интересах чиновников и против конституционных прав граждан она не исполняет московская прокуратура прежде всего но генеральная прокуратура все это покрывает они находятся в сговоре с оккупантами поэтому мероприятия которые мы хотели проводить публично защищая наших соратников попавших за стенки просто запрещены когда мы 3 января попытались поставить одиночный пикет и вокруг него собраться без всякой символики просто поговорить произошло массовое задержание тоже совершено преступление сведомо и по поручению господина собянина господин собянин тоже является преступником поскольку его полномочия возникли не на законной основе и поэтому совершив один раз преступления захватив власть дальше он продолжает свою преступную деятельность прежде всего против русских людей другим политическим силам предоставлены все возможности для самовыражения то есть есть либералы есть коммунисты есть сторонники нынешнего режима где и либералы и коммунисты и всякая прочая сволочь я бы сказал так одна только сволочь сволоченная из всех идеологических сегментов группировка лишенная всякой совести определяю этих людей как самых отвратительных бессовестных негодяев потому что видеть то что творится вокруг и молчать об этом и поддерживать это молчать еще ладно но поддерживать эту власть это уже полная бессовестность коммунисты и либералы им предоставлены все возможности выступать средств массовой информации проводить массовые акции но только русским людям которые осознали себя русскими и которые защищают себя свои права запрещено проводить какие-либо публичные акции за это положен арест заключение по страшу незаконное задержание незаконное возбуждение дел и так далее и так далее и так далее ну я должен еще добавить что господин олейник использовал не только формулировку о том что вот якобы рождественские праздники поэтому площадок нет по закону он должен был предоставить нам площадку в другом месте города предложить по крайней мере набор каких-то предложений он должен был сделать он должен был сделать поручение чтобы его подчиненные вступили в переговоры с инициаторами проведения митинга и согласовали в каком же месте этот митинг пройдет ничего этого сделано не было и происходило фактически провокация чтобы мы снова пришли на то же место и подогнали несколько автобусов омона и опять произвели задержание произвели задержание возбудили административные уголовные дела какие угодно они же это делают легко легко переступая через закон и через факт не было про нарушить правонарушения они скажут что было и суд поверит именно им вот этим проходимцам которых нанимают за деньги для того чтобы они они оформляли эти беззаконные акты о якобы совершенных правонарушениях а преступление господина оленника они будут скрывать и во втором случае 17 января когда мы хотели провести митинг олейник еще добавил одну формулировку мы написали что мы хотим провести митинг в поддержку политзаключенных олейник написал что он отказывается согласовывать это мероприятие потому что цитирую в уголовном кодексе нет понятия политзаключенные каким-то образом господин олейник понял что политзаключенные это именно те кто осужден в российской федерации по каким-то причинам причем осужден по уголовным статьям мы не говорили о каких политзаключенных идет речь может быть о тех кто томятся в застенках такого же гнусного режима на украине или вообще может быть про каких-нибудь политзаключенных американских или я не знаю там германских каких угодно африканских причем здесь уголовный кодекс и политзаключенные в уголовном кодексе много чего нет многих понятий нет многие понятия отсутствуют в уголовном кодексе многих понятий нет и нет понятия политзаключенные но какая связь между стремлением граждан провести митинг в защиту политзаключенных и уголовным кодексом господин олейник точно знает что политзаключенные есть но понятия такого в уголовном кодексе нет об этом он нам и сообщил но мы с уголовным кодексом вообще можем быть даже незнакомы мы можем его не знать никаких его статей мы просто живем по совести поэтому мы не совершаем ни правонарушения ни преступлений а господин олейник знает что есть уголовный кодек знает что есть 149 статья и совершает преступление совершает преступление совершенно осознанно и прекрасно знает что он совершает преступление Поэтому никаких скидок на то, что он там чего-то не понимает, недопонимает, юридически безграбетен, быть не может. То же касается и чиновников Центрального административного округа. Все эти люди находятся в сговоре и готовятся они к государственному перевороту очередному. Потому что по-другому в этой системе, которая сложилась с 1991 года, а вообще-то с 1917 года, только государственным переворотом, пусть он будет какой-то там дворцовый или еще какой-то, можно менять власть. Сейчас Путин со своей группировкой полностью провалился с экономической политикой, международными отношениями, провалился во всем, глубочайшим образом. Хотя он выгоден мировой олигархии, ну как никто, наверное, не найдется в России такого человека, чтобы нанес стране такой колоссальный ущерб и так замечательно сработал на мировой олигархии. Но сейчас все уже, вот Путин абсолютно несостоятельный, его надо менять. И кого же готовят ему на смену? Вот этих преступников, Собянина, Олейника и всю эту группировку, которая сейчас засела в московской мэрии. И она находится в теснейших отношениях с так называемой либеральной оппозицией, с денежными мешками, с теми, кого Путин подвинул в пользу своих однокашников, тех, с кем сидел на одном горшке. Это группировка Касьянова. Касьянов, напомню, это премьер-министр Путина. Кудрина, напомню, что это министр финансов Путина. Кто думает, что эти либералы, это какие-то совершенно чуждые нынешней власти люди, тот глубоко ошибается. Это люди, которые в этой власти продолжают находиться, хотя пока не занимают никаких должностей. Вот они собрались эти должности вновь занять. Ельцинская группировка, Чубайс там продолжает действовать. Все эти олигархи, там, Абрамовичи, Дерипаски и так далее, вся эта сволочь продолжает действовать и соучаствовать в дележе нашего национального достояния, выворачивая нам карманы каждый день. А мы, вот, большинство людей склонили головы, что-то там злобно себе бормочем сквозь зубы, но в русском движении все это большинство не участвует. А без этого мы, конечно, не сможем противостоять либеральному перевороту, который вернет нас в ситуацию даже худшую по сравнению с нынешним временем. Потому что возникнет иллюзия, что прежних негодяев покарали и возникают какие-то новые перспективы. Найдется новый какой-нибудь лидер, его слепят из ничтожного человека, как слепили Путина. Это же полное ничтожество, это троечник школьных времен, это абсолютно необразованный человек, выпущенный из юридического факультета Ленинградского университета, с нулевыми знаниями. Я прекрасно знаю, что за юридическое образование было в советское время. С крайне низким уровнем подготовки, даже как сотрудник спецслужб самого среднего посредственного уровня. То есть человек абсолютно нулевой во всех отношениях стал президентом Российской Федерации. Вот они такого же подберут, сделают, слепят и предложат нам еще на долгие годы жить под ярмом олигархии. Вот это будет, конечно, катастрофа, нам нельзя этого допустить, поэтому, конечно, нужны какие-то действия по сплочению. Такие действия происходят. К сожалению, у нас нет субъектов. Вот было бы много всяких организаций, чисто националистических, лево-националистических, право-националистических, монархических, республиканских, каких угодно. Вот были бы всякие там клубы, партии, движения, было бы из чего, с кем вести переговоры. Так нет ничего. Нет никаких русских организаций. Ну, не то чтобы никаких. А их просто по пальцам одной руки можно перечесть. И большинство из них объединилось в русский национальный фронт. И есть еще такие клубящиеся по просторам интернета, так называемые независимые блогеры. Вот они настолько независимые, что в делах русских организаций не участвуют, но зато с удовольствием приходят на те мероприятия, которые этими организациями проводятся. Ну, потому что же нужны какие-то затраты, организационные, финансовые, или там зал снять для конференции, зарезервировать митинг, подготовить символику, распространить информацию. Ну, это же очень легко быть таким общественным деятелем, который ничего не делает, только позволяет себя любить. И все его усилия – это подойти к микрофону и чего-нибудь сказать. В последнее время, вот была конференция в конце прошлого года, ну, я просто удивился, что представители национал-патриотической общественности, которые не участвовали в подготовке к конференции, ну, настолько безвольны, настолько были лишены каких-нибудь идей, что впредь их приглашать на эти конференции мне даже как-то показалось совсем ни к чему. Люди вне процесса, вне борьбы за русские интересы оказываются и творчески совершенно несостоятельными. У них нет той эмоции, которую они могли бы перенести в публику и нагрузить этими эмоциями какие-то свои интеллектуальные разработки. Ни интеллектуальных разработок, ни какой-то творческой энергии. Товарищи ученые, доценты с кандидатами, вы все-таки думаете о русском народе? Тогда вы должны приобщаться к русскому движению, участвовать во всех аспектах его деятельности, какие бы они ни были. Ну, вот для некоторых обнадеживающим является событие создания такой еще информационной коалиции по информационному сотрудничеству, которая возникла вокруг Игоря Стрелкова и его движения «Новороссия». Его сайт «Новороссия» становится таким информационным центром. Опубликованы фотографии участников этого соглашения, этих переговоров. Понятно, почему они обособленно себя поставили, потому что, во-первых, они отказались от политически активной позиции. Для Игоря Стрелкова это понятно. Он пытается через спецслужбы сообщить, что должен быть какой-то иной политический проект, и ныне действующая власть должна прекратить свое существование, быть заменена на другую, на по-настоящему патриотическую, по-настоящему национальную. Все это понятно, его маневр понятен. Также понятен его маневр в создании некой группировки всяких блогеров и публицистов, которые признают в нем некоего лидера, идею Новороссии признают как ключевую, и вокруг этого свою публицистику начинают развивать. Очень здравая идея. Но, как я сказал, в этой группировке слишком много педерастов и публицистов. Может быть, есть там единственная партия Лимонова, но какое она имеет отношение к национальным интересам России? Ну, какое-то, наверное, имеет, потому что все-таки лимоновцы приходят иногда на митинги русской национальной оппозиции. Приходят со своими красными флагами, которые мне лично очень не нравятся, с этой странной символикой и полным отсутствием какой-либо ответственности перед организаторами. Пришли, подняли свои флаги, сфотографировались, свернулись и ушли. Ну, молодцы, молодцы. Ну, впрочем, и на этом спасибо, потому что другие не делают и этого. Не очень прилично на фоне чужого митинга сфотографироваться с флагами, приписать все это дело себе, галочки поставили, а нам все шишки достаются. Как это справедливо, это по-товарищески, это составляет какие-то перспективы коалиции? Я думаю, что нет. Ничего подобного в этом пока нет. Да и вот вся эта лимоновская стратегия, она больше похожа на ансамбль песни и пляски. Больше эпатировать, больше выходить в эфир с либералами, с коммунистами, с какими угодно силами. То есть полная идеологическая нейтральность. Сыграть в свою песню на чужом представлении. Вот позиция Лимонова. И вот в данном случае, я думаю, что будет то же самое. Но это единственная партия, которая в этой коалиции участвовала. Есть еще там одна партия, но о ней даже мне мерзко говорить, потому что возглавляет ее человек, как раз про которого я могу смело сказать, что это доносчик, клеветник и полный негодяй. Не буду даже об этом говорить. И партии этой уже не существует. Ее просто нет. Она не вела никакой деятельности, кроме как пыталась что-то там зарегистрировать у ныне действующей власти. Самое главное в этой коалиции, она объявила о своем нейтралитете по отношению к ныне действующей власти. Нейтралитете. Для нас эта позиция абсолютно неприемлемая. Мы являемся врагами этой власти. Вы можете заявлять о нейтралитете, но это вас ни от чего не спасет. Это лишь объяснит, почему вы ничего не делаете. Вы не будете ничего делать, вы будете только заниматься публицистикой. Игорь Стрелков будет заниматься движением Новороссии, будет помогать Новороссии в силу своих способностей и возможностей, которые сегодня невелики, но это все-таки какая-то уважаемая миссия. Все остальные чем вы будете заниматься? Слишком много публицистов и педерастов. Я отвечаю за свои слова. Минимум четыре физиономии, которые я увидел на фотографии, это люди, с которыми рядом сидеть невозможно. Даже просто сидеть, не то чтобы входить в какую-то коалицию. Это одна сторона. Вторая сторона, как я уже сказал, это нейтралитет по отношению к власти. То есть фактически уход от политики, уход от какой-то здравой позиции. И третья, чисто левацкие декларации. Декларация всеобщего равенства. Причем люди не договорились между собой, какой собственно текст они будут публиковать. И в разных местах опубликованы разные тексты. Социальная справедливость и всеобщее равенство. Вот все, что высказано из политической позиции. Ну это куром на смех. Это, знаете, и у либералов то же самое можно встретить, и у коммунистов, и у леваков, и у русофобов. Все борются за социальную справедливость. Что это такое? Ну естественно, что никто не будет это расшифровывать, потому что это уже не будет тогда нейтралитетом по отношению к власти. Поэтому здесь я вижу как позитивный момент. То есть вот эти проходимцы, которые заполняли интернет своими произведениями, будут приобщены хоть к какому-то полезному делу к движению Новороссия. И как-то будут подчинены общей стратегии. Правда, я уверен, что они на завтра уже забудут о том, что они обязаны чем-то друг другу. И будут предпочитать действовать в прежнем духе. Может быть, какое-то время то, что они собрались вместе, как-то их будет взаимообязывать, ссылаться друг на друга. Но коль скоро нет единой политической позиции, нет никакого плана действий, а есть просто декларативное объявление о том, что что-то такое образовалось, ну ради бога. Я считаю, что это в целом позитивно. Желательно, конечно, чтобы в этом кругу не было откровенных негодяев. Их там предостаточно. Не то чтобы половина, но много. Есть другие инициативы, есть попытки сформировать какие-то общности на внешне неполитической позиции. Так вот образовался общественный комитет, который должен отметить столетие Алексея Моресева, который прославлен своим подвигом не только как человека, который сбил множество немецких самолетов во время войны, но и тем, что он преодолел тяжелейшее ранение, был после того, как был сбит и лишен обеих ног. Известная повесть о настоящем человеке, которую в советское время проходили в школе, и все об этом знали. Но так, знали на периферии сознания, потому что кроме школьной программы больше, в общем, не о чем было говорить. А на самом деле Алексей Моресев оказался инициатором создания могилы неизвестного солдата, вечного огня, перенесения праха и так далее. То есть здесь и много событий общественной жизни, которые мы даже об этом ничего не знали, были связаны с именем этого человека. И вот этот общественный комитет, он возник потому, что наши власти вообще полностью игнорируют все знаменательные даты нашей истории. Все, без исключения. Разве что есть такой праздник, парад в честь парада 1941 года, который проводился в честь Октябрьской революции 1917 года. Это полный абсурд, такое мероприятие проводить парад в честь парада. Бред сивой кобылы называется. А действительно, знаменательные даты просто пропускаются. Да, вроде как отметили годовщину Бородинского сражения. А ради чего оно вообще, оно это сражение проводилось-то? А что дальше-то было? А дальше наши взяли Париж. Вот эту дату никто не отметил. Как если бы мы праздновали, например, годовщину Сталинградской битвы, вот как раз она на днях будет праздноваться, и не отметили бы вступление Красной Армии в Берлин. Взятие Берлина и окончание войны. То есть окончание войн с Наполеоном и сражение за Париж было полностью проигнорировано нашей властью. Почему? Ну мы же обидим французов. А то, что мы Бородинскую битву отмечаем, это мы французов никак не обижаем. То, что там 100 тысяч трупов лежало на поле боя примерно в равном количестве, стоя с другой стороны, это как-то французов совершенно не беспокоит. Ну есть паритет, раньше сошлись, подрались и теперь прославили друг друга. Так что ли? Нет, русские войска взяли Париж. Эта дата не отмечена. Да, нынешние власти отметили начало Первой мировой войны. И больше ничего, они не отмечают никаких значимых событий, связанных с этой войной, которая называлась в ту пору Вторая Отечественная и чуть позднее стала называться Германской. Вот события Германской войны, которые происходили ни под Москвой, ни на Волге, ни на Северном Кавказе, которые происходили вблизи российских границ, и русские войска били и австрияков, и немцев, об этом речи никакой нет. И самые знаменательные события этой войны никак не отмечаются. При том, что у нас глава исторического общества, даже кощунственно, я считаю, называется русское историческое общество, это председатель Государственной Думы. Да, к началу Первой мировой войны он отметился, он приехал на бывшее кладбище, где были захоронены 17 тысяч умерших в лазаретах Москвы воинов Первой мировой, и отметился там веночком. Венок поставил и больше ни в чем себе не отказывал, пошел заниматься другими государственными делами. Общественность, которая пыталась привлечь внимание к тому, что этот парк должен приобрести федеральный статус, что именно здесь должны пройти торжественные мероприятия в память погибших, что именно здесь должен быть установлен памятник воинам, павшим в Первой мировой, что здесь должны быть восстановлены фамилии, мемориал тех, кто здесь захоронен, а там множество генералов, офицеров было захоронено, не только рядовой состав. Рядом там надо было поставить расстрелянных большевиками юнкеров, представителей Государственной Думы, дворянства и так далее. Там были массовые казни. Об этом никто не пошевелился. Мы написали письма в правительство, тогда вот в 2014 году написали письма в правительство Москвы, в правительство Российской Федерации. Всюду расписали эти письма, какие мероприятия должны быть проведены. Нам даже не ответили, ни из одной инстанции. Почему не ответили? Потому что это оккупанты, это не наша власть. Это власть абсолютно чуждая нашей истории, противопоставленная ей всеми своими проявлениями. Это враги у власти, это оккупанты, это те, кто реализовал планы Гитлера или планы Наполеона. Поэтому им неудобно, им неудобно, что мы прославляем своих солдат, своих героев, совершивших подвиги. Поэтому им неудобно с Моресьевым, им неудобно, что надо поставить памятник в сквере на Пушкинской площади, потому что там он жил. А есть другое место? Может быть, предлагайте. Мы предлагаем именно там поставить памятник Моресьеву. Потому что это имя не может быть забыто во всю историю России, какая осталась. Если оно забыто, значит и России никакой нет. Это личность, которую мы должны помнить наряду с самыми выдающимися полководцами всех войн. И хотел бы еще отметить, о чем я и сказал на этом общественном оргкомитете, что Великая Отечественная война по числу вовлеченных в нее русских людей, ну, там, частью и не русских, но обобщенно это была все-таки не советская, а русская армия. Советская это вот были загранотряды, НКВД, СМЕРШи, которые висели на плечах у армии и терзали ее с тыла. А армия в основном-то была русская, и все это понимали. Самый умный из армян Баграмян, это вот маршал Баграмян, который говорил, что как только пытаемся организовывать национальные части, то они тут же рассыпаются, переходят к противнику, разбегаются, дезертируют. Только русские исплотили, поэтому это русская была армия. Красная армия погибла около границы в 41-м году, а победила, конечно, русская армия. Столько русских людей участвовало в этом отражении агрессии гитлеровских полчищ, что их численность сопоставима со всеми русскими людьми, которые до сих пор давали отпор врагу. Количество героических поступков, совершенных на этой войне, сопоставимо со всем предшествующим героизмом. Вот значимость Великой Отечественной войны и ее героев. Они не прославлены, уверяю вас, сколько героев Отечественной войны вы помните. Можете ли вы назвать маршалов Победы, великих полководцев Победы? Не можете, не можете. Подавляющее большинство из тех, кто смотрит, попробуйте, возьмите листок и напишите фамилии полководцев Великой Отечественной войны. Я уверяю вас, что из самых великих, из самых знаменитых вы вспомните никак не больше половины. А уж героев, совершивших подвиги, ну да, вы, наверное, вспомните там Моресиев, Гастелло, Матросов и все. И на этом все обрубается, потому что нынешняя государственная власть не занимается патриотической пропагандой вообще. Она занимается возбуждением любви к самой себе, к начальству. Кто такой патриот по мысли Путина? Это тот, кто любит Путина. Тот, кто не просто любит, кто на четвереньках готов перед ним ползать и говорить, Путин – это наше божество, это наш спаситель, это наше все, это корифей всех наук, это человек успешный во всем и вообще мы живем и родились на свет только благодаря Путину. Ну такое повторение истерии сталинизма. Тогда тоже разные были люди, но были вот истерики такого рода. Вот сейчас путинисты – это вот такого рода истерики. Родино-2012 – это организация, которая будет проводить мероприятия к столетию Алексея Моресиева. Этих мероприятий будет достаточно много. Я уверен, что государственная власть полностью проигнорирует эту дату и все инициативы, несмотря на то, что будут написаны письма, будут требования. Попытаемся провести митинг на Пушкинской площади, там, где должен стоять памятник Моресиеву. Власть московская будет ставить препятствия всеми возможными способами. Мы прекрасно это знаем. Кто такой господин Олейник и его начальник, господин Майоров и его начальник, господин Собянин, мы прекрасно знаем. Это люди, ненавидящие нашу страну и всех русских людей, а тем более героических русских людей, героев нашей истории. Они все это ненавидят. Уверяю вас, не просто равнодушны, они все это ненавидят, потому что это мешает им жить. Это отрывает их от главного их дела – набивания своих карманов. И помощи олигархи делать то же самое. Я хотел бы пригласить на мероприятие вот этого оргкомитета к столетию Моресиева русских людей. Мы еще объявление необходимое сделаем. Оркомитет будет продолжать свою деятельность, и я об этом буду информировать. Тут выписал некоторые странности, которые происходят у нас и которые отражают деятельность этого правительства, правительства оккупантов. Ну, во-первых, Путин уже предложил президенту Сирии Асаду уйти в отставку. То есть человек воевал за свою страну отчаянно, до последней капли крови, можно сказать, отбивался от террористических банд, которые оккупировали страну, от той оппозиции, которая почему-то называется оппозиция, хотя суть те же самые банды. Они продолжают борьбу теперь уже при поддержке авиации Российской Федерации, вот эти банды, которые вооруженным путем пытались свергнуть Асада. А тут пришли, понимаешь, еще более зверские банды ИГИЛ, и вот теперь эти так называемые оппозиционеры воюют против ИГИЛ. И вот в этой каше участвует путинская авиация, и вдруг он говорит, знаешь, Асад, а не мог бы ты со своего кресла пойти прочь? То есть человек, можно сказать, жизнь положил ради того, чтобы спасти собственную страну, а Путин ему говорит, ну, давай, иди, иди, хватит тебе, засиделся ты чего-то. Самое настоящее предательство, точно такое же, как в Новороссии, один в один. В Новороссии поубивали всех самых выдающихся людей, которые могли быть лидерами русского движения. Вот только Игорь Стрелков, можно сказать, спасся, потому что он порвал отношения, или с ним порвали отношения достаточно рано, и ему пришлось, ну, можно сказать, бежать от смерти, от неминуемой смерти, от выстрела в спину, и пытаться как-то продолжать свою деятельность здесь, здесь, на территории Российской Федерации и в Москве. В России прошел флешмоб, всеобщий, всероссийский флешмоб, что Кадыров, Рамзан Кадыров, патриот России, да это последний негодяй, убийца. В особенности Госдума меня поразила, глава фракции, там, генеральный секретарь партии «Единая Россия», выстроились с такими бумажками, вот так на бумажке, на каждой бумажке слово написано, Кадыров, на второй бумажке патриот, на третьей, Кадыров, патриот России. Не патриот, а мерзавец, самый распоследний мерзавец. Ну а те, кто считают его патриотами, они точно такие же мерзавцы. То есть тут уже, как говорится, клейма негде ставить. Кто сказал, что Кадыров патриот России, ну с тем разговора быть не может никакого. То есть уже никаких не переговоров, никаких-то совместных дел, ничего общего у нас нет, понимаете? Ничего общего. Поэтому с этим режимом у нас не может быть ничего общего. И нейтральной позиции тоже не может быть, как вот у этой вновь созданной коалиции. Никакой нейтральной позиции. Эта система власти подлежит ликвидации, а люди, которые с этими бумажками стояли, Кадыров, патриот России, это люди, которые осквернили память убитых кадыровскими мерзавцами русских людей. И его папаши, которые взорвали его же собственные, а может быть спецслужбы, а может быть его конкуренты в борьбе за власть. И вот его последствия Кадыров, который был назначен Путиным на эту должность. И теперь якобы там выборы прошли, якобы там миллионный митинг прошел. Ну врать в 10 раз это дело обычное, что для Кадырова, что для кремлевских обитателей. Кадыров патриот России, это флешмоб всей партии Единой России. И это нам сообщает одну маленькую новость. Кадыров рассматривается как преемник Путина. Кадыров рассматривается, еще раз зафиксирую это, как преемник Путина. Когда я об этом говорил, мне и сейчас тоже говорят, знаешь, ну это не... Ну они же его боятся, зачем он же их всех перестреляет? Он же... Нет, это их абсолютно, их человек. Абсолютно, их человек. Так же, как и Путин. Абсолютно тупой, необразованный, ни на что не способный. И единственный его талант, это живодерство. Вот у Путина тоже единственный талант, это живодерство. И когда-нибудь все его закулисные шашни будут вывернуты наружу. Частично они известны, но, конечно, путинисты все это дело не признают. Воровство Путина, когда он пребывал в Санкт-Петербурге под покровительством Собчака. Это за скобки выведено. Ну не было этого, не было. Конечно, не было. Если об этом писали, если все это расследовано, есть документы, все опубликовано, не было. Ну, конечно, не было. Для человека сумасшедшего, впавшего в пропутинскую истерию, конечно, ничего не было. Ну и с Кадыровым тоже. Ну ничего не было. Не было никаких убийств. Не было участия в войне с нашими солдатами на стороне бандитов. Ничего не было. То есть бывший бандит, которому еще позволили собрать из бандитов все свое руководство. Амнистировали там массу бандитов, у которых руки по локоть в крови. То есть абсолютно кровавая группировка находится у власти в Чечне. Теперь ее достаточно пересадить в Кремль, чтобы она распространила опыт, террористический опыт, живодерский опыт управления Чечней на всю Российскую Федерацию. А в Чечне, напомню, были еще до всяких войн вырезаны 50 тысяч русских людей. 50 тысяч. Это просто цифра запредельная. А 300 тысяч просто бежало. Изгнано было, без всякого имущества. Бежало и не получило никакой помощи от правительства Касьянова, Фродкова. Вся вот эта вот мерзость. Это путинские люди-то были. Вы помните, что это путинские люди. Не только ельцинское правительство абсолютно игнорировало интересы русских людей. Но и путинское тоже. И сейчас происходит то же самое. Они готовят нам вместо Путина Кадырова. От плохого к худшему, к еще худшему. Да, может быть, они сыграют так. Они выставят Кадырова. Вот кандидат в президенты России. И Медведева. Кого хотите, либералы скажут. Ой, жуть какая, чушь какая. Кадыров, он же нас всех порежет, он же нас всех убьет. Второй Сталин, поэтому за Медведева. А за Кадырова кто? Так путинисты все будут за Кадырова. Они же бегают с бумажками. Кто у них патриот России? У них патриот России Кадыров. Они за него и будут голосовать. Не так ли? Я думаю, что готовится именно такая комбинация. Поэтому если русское движение не успеет сформироваться, если не успеет раздвинуть все припоны, которые стоят на его пути, будет у вас террорист президентом Российской Федерации. И народец, русофоб и бандит. Зять Сердякова, Сердякова посадить не удалось. Вот есть вор, зять Сердякова Пузиков. Его уличили в том, что он ворюга в особо крупных размерах. И обязали его только подпиской о невыезде. Кирилла Барабаша, который выступает за проведение референдума об ответственности власти, его в тюрьму. А вот этого ворюга Пузикова, подписка о невыезде. И расследуем. А может вообще ничего не будет. Он откупится. Как обычно это возбуждают дело. Не очень прессуют, чтобы человек мог разрулить ситуацию, выделить долю, поделиться этой долей. И дело будет закрыто. Это повторяется повсеместно. Все крупные воры, для того, чтобы поделились, проходят через вот такое преследование. Могут даже условный срок дать. А могут ничего не дать. Просто он поделился и дело будет закрыто. Ему дадут несколько месяцев на то, чтобы он из своих активов выделил вот эту долю, очистил ее и так, чтобы она была приспособлена для раздачи взяток. Всей этой так называемой правоохранительной системы, которая право давно уже не охраняет, а является антиподом права. Раз Кирилл Барабаш и Владимир Васильевич Ковачков сидят в тюрьме, значит это не право. Значит суд это не суд, прокуратура это не прокуратура, следствие это не следствие. Это все есть оккупационный и воровской режим. Если раньше оккупировали по политическим мотивам, то есть присоединяли государство, подчиняли там, то сейчас только воровство является целью всех этих людей, которые ныне как-то причастны к власти. Вся правоохранительная система работает на это. Да, конечно, вот по мелочи воровать нельзя, только если ты причастен к власти, ты имеешь право воровать, и даже если поощрение тебя как-то увлечили, ну какие-то внутренние конфликты, какой-то там донос пришел, какие-то документы всплыли, то достаточно тебе выделить долю, поделиться и дело будет закрыто. Да, вот тут посмотрел я такими фрагментами так называемый Гайдаровский форум, ну совершенно кощунственное мероприятие самого распоследнего негодяя прославили форумом, куда, конечно, скопилась вся либеральная общественность, и Медведев приехал как лидер этой общественности, как их лицо. И как же эта общественность хочет бороться с кризисом, который они сами же и организовали, и в котором они продолжают обогащаться? Во-первых, увеличить пенсионный возраст. Ну для чего? Для того, чтобы просто не платить пенсии. Вы что думаете, они создали рабочие места для пожилых людей? Нет, они просто хотят не платить пенсии. И еще довод такой высказывает, что пенсионеры-то все будут за, то есть пенсионер, которому 61 год, будет рад поддержать реформу, которая обеспечит его пенсии за счет того, что не выплатят пенсию тому, кому стукнуло 60, а пенсию ему не дали. Но это каким же мерзавцам надо быть, чтобы на голубом глазу подобные вещи предлагать? Ну это первое. Второе, это, конечно, повышение цены на бензин. Раз цены на нефть падают, если нефть дешевеет, значит бензин в России дорожает. Если нефть будет дорожать, то бензин все равно будет дорожать. И это тоже считается в порядке вещей, в порядке нормы. И третий метод – это увеличение налогообложения. Давят, душат бизнес, производящий полезные для жизни товары и услуги. Давайте еще навесим ему налоги. И на каждого человека, который хоть чего-нибудь получает в этой жизни, еще налогов навесим. Вот все общество опять обременим налогами. И скажем, вот теперь у нас хватает на социальные программы. Ограбить всех, а потом им же немножко вернуть. Вот такой метод у воровской власти. Ну и все это очень откровенно оценил Герман Греф. Это вообще очень такой откровенный человек. Министр экономического развития и торговли у Путина. Теперь глава Сбербанка. Он сказал, что Россия стала страной-дауншифтером. Переводить это слово, ну понятно, сползающая вниз, теряющая какие-то позиции страна. Но для русского уха слово «даун» здесь слышится. То есть страна-даун. Ну действительно, страна-даун, коль скоро она людям типа Грефа предоставляет возможность управлять Сбербанком Российской Федерации. Это уже частная компания. То есть она была государственная, была приватизирована группой негодяев. И теперь это частная компания, и управляет Герман Греф. Абсолютно дебилизированный человек. Говорю ответственно. Я слышал, как он выступал в Государственной Думе. Это человек с юношеским интеллектом. Не выше, причем крайне посредственным. Не имеющим ни образования, ни интеллекта, ни нравственности. Ничего. Зато он очень откровенный. Он прямо сказал, страна-дауншифтер, все, до свидания, сворачивайтесь. Не просто кризис будет, а так вам и надо. У него мысль такая, так вам и надо. Этот человек был назначен министром экономического развития. А потом назначен главой Сбербанка. Кем? Путиным. А вы думаете, кем назначается? Да, там за Путиным стоит группировка Чубайса и всяких там олигархов, Абрамовичей и компаний. Но это одна группировка. Вот она выдвинула вперед Путина. Путин их спикер и Путин назначает вот всю эту мерзость на ключевые посты в политике и экономике. И именно поэтому Россия дауншифтер. Все, надо согласиться. Да, при таких даунах у власти наша страна будет тоже страной дауном. Ну, арестовали тут еще главу Росграницы. Вот он будет этапирован из Италии, поскольку украл примерно 1 миллиард рублей вместе со своими подельниками на строительстве пограничных переходов. А он еще и занимался гособоронзаказом. Да, поэтому понятно, в каком состоянии у нас оборона, безопасность страны. Если варьё у нас отвечает за обустройство границы и за исполнение гособоронзаказа. Я поздравляю, система сама себя оценила. Ну и в связи с всякими безобразиями, которые то и дело происходят во власти, всплывают. Путин открыл для себя благотворность конфискации. Ну, а кто исключил конфискацию из Уголовного кодекса? Да он же и исключил. Ради чего? Ну, потому что это имущество-то надо делить между собой, а не отнимать в пользу государства. Не покрывать тот ущерб, который варьё наносит конкретным лицам и государству в целом. Надо это все поделить между собой. Поэтому конфискация была ликвидирована. А сейчас Путин вдруг открыл, знаете, надо больше заниматься вот выморачиванием имущества в пользу тех, кто пострадал. Ну, это он сказал просто. Сказал, это не значит, что сделал. Я думаю, что делать ничего он не будет. ОНФ. Вот все время ОНФ. Что это вообще за структура? То есть, есть общественные движения, там, партии. Создали специально некий ОНФ под покровительством Путина, государственной власти. И вот эта структура якобы занимается как-то вот оптимизацией диалога между гражданами и властью. Структура, созданная властью, занимается вопросами взаимодействия общества и власти. Это абсурд. Конечно, ничего этого нет. Поэтому от деятелей ОНФ то и дело вырывается всякая глупость. Ну, там, тетка выступает на очередном форуме ОНФ и говорит, спасибо вам, Владимир Владимирович, что вы нам повышаете демографию, что вы замечаете нас всех, вот, многодетных семей. И у меня там четыре, четыре ребенка в семье. Вот. И мы хотим, чтобы мы не были уникальными, чтобы вот у всех было много детей. Ну, демографический кризис продолжается. А тетка там продолжает блажить. Она просто очень любит своего вождя. У нее истерия. Четверо у нее детей. Спасибо на этом. Но именно склонность к истерии и приводит к тому, что вот ее двигают к микрофону и она начинает прославлять своего вождя. А тут еще высказывание такое, что вот цены на нефть низкие, поэтому надо коррупционеров сажать. А будут высокие, надо будет выпускать. Ну, потому что сейчас уже как-то вот надо на чем-то экономить, поэтому давайте мы сейчас временно коррупционеров переместим в тюрьму, а как только дела наладятся, мы их снова выпустим на прокорм, вот, щипать свежеподросшую травку, пока здесь снова не будет пустыни. Потом опять посадим, опять выпустим. Вот такие у них рецепты спасения страны. Откуда взять деньги? Вот федеральной антимонопольной службе поручили объявить, что неплохо бы снова разрешить продажу алкогольных энергетиков. Ну, то, что убивает, прежде всего, молодежь. Надо чем-то наполнять бюджет, и вот, ну, кто-то должен с инициативой выступить. Ну, на этот раз выступает ФАС, господин Артемьев, говорит, давайте мы снимем этот запрет. Вот был запрет, давайте, ну, зальем глаза людям заодно, они перестанут думать о насущном, о хлебе насущном, о том, что надо делать, что эту власть надо менять, гнать в шею всех этих представителей ФАС, правительства, Дворковича, этих всех, Абрамовича и прочую нечисть. Чтобы не думали, давайте мы бросим снова энергетики, заодно олигархия наживется, заработает, а люди лишатся мозгов. Замечательная новость, жена Путина снова вышла замуж, в 58 лет вышла за 37-летнего человека, который занимается не пойми чем, какой-то там центр личностного роста, не пойми от на что. В общем, то, что абсолютно не нужно, какая-то вот бирка висит, лишь бы она была. Такой красавец по фамилии Очередной. И вот она тоже стала по фамилии Очередная, Очередная, ну как бы вот Бог Шельму метит фамилия, Очередная, Очередная жертва. Не знаю, чем обусловлены такие мерзости, ну, по крайней мере, мы должны знать об этом, что в стране происходят мерзости, даже вот на уровне семейном. У этих людей, которые захватили власть, происходит что-то совершенно невообразимое, совершенно непотребное. Значит, дама, 58 лет, выходит замуж за человека, который на 20 лет ее моложе, то есть фактически по возрасту совпадает с ее детьми. Ну, как это может быть? Это что это, так вспыхнувшая любовь у 37-летнего мужчины к престарелой даме? Только, может быть, потому что она и носила фамилию Путин, так она ее сменила на его фамилию. В общем, жуть и бред. Телевидение у нас отличается. Вот у нас есть такое общественное телевидение России, ОТР такой канал. В последнее время туда выпускают просто отчаянивших русофобов. Есть такой фальсификатор истории, которому даны колоссальные ресурсы для этого. Леонид Млечин. Нам говорят, мы там боремся со всякими там русофобами, с некоммерческими организациями, финансируемыми из-за рубежа. Так вот, здесь, в России, финансируется Леонид Млечин. Выпускается на телеэкран с совершенно паскудными передачами. В данном случае передача была посвящена тому, что, оказывается, план Даллеса – это фальшивка. Это вот советские писатели что-то придумали, а потом остальные что-то стали додумывать. Более того, у нас Даллес, Аллен Даллес был назван глубоко набожным человеком. Вот что он не мог этого написать, не написать, не сказать. Это глубоко набожный человек. То есть, человек, планирующий уничтожение нашей страны, глубоко набожный человек. Вообще, директор ЦРУ глубоко набожный человек – это, конечно, новость, которую нам сообщил Леонид Млечин. Мерзавец из мерзавцев с российского телевидения. И вот его выпускают. Ну, не только. А у нас, оказывается, ОТР отмечает День Холокоста. И они выпускают так называемого специалиста, который нам опять начинает рассказывать байки о 6 миллионах погибших евреев, о том, что Освенцин там просто в газовые камеры заталкивали и все, без всяких разговоров, именно евреев привозили. И прямо из эшелонов туда в газовые камеры, из газовых камер в печки и так далее. Ну, все опровергнуто уже многократно. Нет, обязательно надо выставить человека, который расскажет про Холокост, про 6 миллионов евреев. Цифра явно выдуманная. И самое главное, что у нас евреев отделяют от всех жертв гитлеризма, от всех остальных жертв. И заставляют именно о них говорить, думать и считать, что главный ущерб вообще в мировой войне понесли именно евреи. А кто победил в войне? Кто победил в войне? Ну, давайте об этом меньше говорить. Вот главные жертвы – это евреи. Подождите, изничтожили всю европейскую часть нашей страны. Миллионы и миллионы погибших, реально погибших, которые учтены. Не вот эти фальшивки еврейские, там где двойной учет используется. Ну, главное, надо цифру надуть. Все там, оказывается, все зверства, они были в отношении евреев. Да, остальным как-то не досталось. Ну, извините, мы теперь будем вот… Мы-то победили гитлеровцев, а евреи больше всех пострадали. Поэтому о себе как о победителях, а о них как о жертвах. А мы жертвами, наши народы жертвами не были. Поэтому тогда и сталкиваются две концепции. Там тоталитарный режим, здесь тоталитарный режим. И везде антисемитизм. И сейчас антисемитизм. Потому что не признает Холокост. Ну, как же его можно признать, если прямо в этой передаче вот этот специалист, там, профессор каких-то там, не знаю, кислых щей, рассказывает о том, что вот какие, значит, Красная Армия, какие молодцы штурмовали Освенцим. И вот взяли его. Погибло 60 тысяч человек. И буквально через минуту он говорит, в штурме Освенцима принимало участие 30 тысяч человек. То есть 30 тысяч человек штурмовали, а 60 тысяч погибло. Ну, как это назвать? Как это назвать? То есть идет вот самая наглая спекуляция всеми этими еврейскими жертвами. Как будто не было русских жертв. Как будто русский список многократно не является более длинным, чем еврейский. И нам вот эту еврейскую тему все время, нас подсаживают на эту тему. Я бы сказал, что вот мне тоже тут досталось. Я с изумлением обнаружил, что оказывается мою страницу в Википедии курирует некий еврей, который является там главным редактором, вообще крайне заслуженным человеком в Википедии. Он редактирует мою страницу, пишет там про меня. Расист, лидер ультраправой партии. Откуда это он взял? Он ссылается, что я расист, на некоего Шнелермана, тоже еврея, который что-то там написал, ну мало ли что там написал какой-то там Шнелерман. И якобы это вот истина в последней инстанции. И он вставляет расист. Ну приходят люди здравые, смотрят, что это редактируют, стирают. Он снова ставит расист. Я прихожу, смотрю, что у меня за бред какой-то написан. Имею право редактировать, стираю. Он снова вставляет расист, ультраправая партия и ставит запрет на редактирование страницы. Это что такое? Это что такое? То есть это самое вот то, что называется хупца. Наглость. Просто такая вот свойственная определенной группе лиц наглость. Ну евреев в России где-то живет там 250 тысяч, может даже меньше. Ну из них, наверное, 99% вообще даже не подозревают, что есть вот такие негодяи, типа вот там такое имя не называют, вот тех, кто редакции. Ну портретик такой висит. И заслуги человека там перечислены. Участие в проекте «Израиль», в проекте «Холокост». Вот поэтому он и участвует в преследовании меня как политического деятеля русского движения, обозначая меня расистом и ультраправым. Люди-то не знают, ну я же не являюсь таким вот всероссийски известной личностью. Ну сталкиваются, например, партия Великой России или мою фамилию видят. Заходят, кто лидер этой партии. Лидер этой партии – расист, а партия – ультраправая. То есть вот эти оценочные суждения, совершенно ненавистнические по отношению ко мне, потому что ссылаются на Шнелельмана вот этого, человека, который писал экспертизы для того, чтобы людей посадили по 282 статье. Я о нем написал в своей книге, что это за фрукт, что это совершенно не ученый, это проходимец. Он никогда ни антропологией, ни расами, вопросами, ни этнологией не занимался. Он занимался вообще какой-то ерундой, там, квази-исторической, под покровительством господина Тишкова, наверное, главного русофоба в том, что называется теперь наукой. Это ссылка на одного проходимца, а вторая ссылка на господина Прибыловского, который тоже относится к еврейской общественности, занимался доносительством с незапамятных времен, с 90-х годов, когда он составлял свою систему «Лабиринт», продавал ее ФСБ и туда собирал все сплетни, которые только есть в русском движении, вообще в политике. Все сплетни туда собирал, это позволяло так очень удобно работать, там, по фамилиям, по ключевым словам, все, у него была такая система, справочники огромные такие, выпускал, там, ультраправые в российской политике или просто правые в российской политике, и туда все, все сплетни туда собирался. Если человек где-то с кем-то поговорил один раз, все, они взаимодействуют, они союзники. А меня Прибыловский ненавидел только потому, что у него там что-то с брачно-семейными отношениями не заладилось, а сотрудник, который работал в моей группе, вот он как-то перебежал ему дорогу, он стал доносы писать мне на него. Я наплевал на эти доносы, он стал писать моему начальнику доносы на меня. Тот проигнорировал, он стал писать учредителям фонда, в котором я работал, доносы каждому учредителю были направлены, в конце концов я должен был уволиться, все мы уволились из этого учреждения, именно благодаря Прибыловскому. Вот этот негодяй, он скончался недавно, ну как бы, а мертвых плохо, либо ничего, это как бы принцип за пределами политики. И здесь вот ссылаются на господина Прибыловского, что он где-то меня, да, он по радио меня раза два назвал расистом. Это его личное дело, его личное мнение, он назвал меня расистом. Это оскорбление, это указание на то, что я совершаю уголовное преступление, а коль скоро это так, я совершаю тяжкое уголовное преступление, я, значит, должен требовать какой-то сатисфакции. Я в свое время требовал прокуратуре наплевать, значит, не такое уже серьезное правонарушение со стороны Приболовского, что он вот обозвал меня расистом и в моей книжке российскими. Вот два еврея что-то там про меня сказали, исходя из личной ненависти ко мне, откуда она взялась, я уже сказал, про одного я написал, другого доноса я как-то проигнорировал, на меня там кучу доносов написал в публикациях и так далее. Я их проигнорировал, поэтому они меня ненавидели, поэтому я для них расист. И вот третий еврей считает, что это истина в последней инстанции. Вот это еврейская хупца и приводит к тому, что в Википедии появляется всякое вранье. Я свои претензии там написал, но тут же, знаете, это просто удивительно, человек с ником Новорос мне рассказывает, что я должен, оказывается, привести какие-то свидетельства авторитетных для него лиц, что я не являюсь расистом. Давайте я справку еще какую-нибудь составлю, что я не верблюд и пойду подписывать у каких-нибудь академиков. Что это такое? Это не какой-то Новорос, а да, это какой-то Новорот, а не Новорос. Я просто предупреждаю тех, кто пользуется системой Википедии, чтобы они знали, что там фальсифицируются статьи. И там есть вот такой пессимист-2006 еврей, который ссылается на евреев для того, чтобы назвать меня, русского человека, расистом. Потому что я участвую в русском движении и потому что я равнодушно отношусь к еврейской общественности. Равнодушно. Они ничего хорошего не знают. Ну, ничего хорошего не знают. Ну, коль скоро я не кланяюсь, коль скоро я признаю Холокост за фальшивку, то, значит, наверное, я расист. Вот так они считают, что я должен себя считать расистом. Я не считаю. Я считаю их русофобами, ненавистниками всего русского народа, вообще всего русского. И я об этом им и сообщаю. А всем русским людям я говорю о том, что в Википедии вот, оказывается, такие авторитеты задействованы, которые занимаются фальшивками, клеветой, выставлением недостоверной информации. И хотел бы добавить, что нам в русском движении не хватает людей, которые работали бы в Википедии, которые занимались бы редактированием наших сайтов, которые занимались бы текущей политической публицистикой, выпускали бы новости, сотрудничали бы, составляли какие-то коалиции блогеров, скажем, чтобы запускать одни и те же темы, используя свой талант к писательству для того, чтобы какую-то тему поднимать. У нас куда не хватишься, ничего нет. Все занимаются всем, потому что, ну, просто физически не хватает людей. Ведущих сайтов, например, нам нужен ведущий сайт Русского национального фронта. Нам нужно, чтобы хотя бы 2-3 человека прошерстили Википедию и посмотрели, что там понаписали вот эти вот люди, которых характеризует слово «хупца». Нам не хватает много чего. Нам не хватает организаторов, которые занимались бы рассылкой информации. Нам не хватает охраны на наших мероприятиях, потому что, понимаете, вот мы одели своих соратников в черную форму, а потом оказалось, ну, никак не получается, вот 20, 30, 40 человек. А потом все это начало рассеиваться, потому что, ну, понимаете, ведь если бы там были какие-то повышения по службе, какие-то гонорары, это как-то человека бы подкрепляло. А тут, ну, что, ну, я раз, два, десять раз пришел в форме, на меня пальцем показывают, говорят, фашист, фашист, фашист. Вот такая же «хупца», и, значит, из-за плеч полиционеров с собаками кричат, вот фашисты опять пришли, да, то есть черная форма, сразу фашисты, да. То, что у русских была черная форма, даже казачество там в черной форме и в современной, это ничего, это нормально. А вот то, что русское национальное движение одевает черную форму, это ужасно. Ну, и люди, конечно, слабые, ну, как-то им не до того. Я бы хотел, чтобы у нас был, да, черный корпус, который мы объявили, мы его сформировали, были у нас эти люди. Ну, постепенно, вот те, кто поначалу собрались, собрались несколько десятков, они постепенно, постепенно рассеялись, они устали, им некогда, слишком много суеты, слишком, все это опасно, кажется, все это опасным, неохота. Тем более, что в самом начале на нас донос написали те, вот, кто назвал себя «Мы лидеры русского движения», да, и донос в полицию, и публичный донос там в газете, там, «Коммерсант власть» или еще там в каких-то журналах или профилях, не помню уже. Вот, публичный донос, и нас начинают крутить, вот всех, кто в форме. Так, этих взять, этих взять, всех ломаем руки, там, и фальшивые протоколы составили о том, что там была демонстрация незаконная, все, не подчинились полиции, сопротивлялись полиции, всем приговоры. Вот, да, это хлопотно, это хлопотно, особенно, когда в нашей среде есть доносители, вот они теперь в коалицию вошли вокруг Стрелкова, не один там, не один там, я, по крайней мере, троих насчитал доносчиков, которые, вот, славны именно этим, доносы на представителей русского движения, как бы мировой общественности. Ну, вот, может быть, тех, вот, таких же пессимист-2006, которые потом пишут расист. Да, оказывается, из нашей среды идут доносы туда. Вот такие доносы. Завершая, хочу сказать, что если русские не проснутся, то сон их будет мертвым сном. А если проснуться, то всем этим обладателям исключительных национальных характеров, типа, вот этой еврейской общественности, или, там, типа Кадырова, им всем, конечно, придется не сладко, потому что русским придется расчистить себе место для жизни. Сейчас этого места для жизни у русских нет. Есть только право быть рабом, обслуживать интересы мировой олигархии и вот так называемой общественности разных национальных меньшинств, которые обосновались в Российской Федерации и соучаствуют в геноциде русского народа. Русским надо проснуться, отвоевать себе власть, и для этого всем нам надо участвовать посильно в русском движении. Не нравятся нынешние организации? Создавайте свои. Тогда мы с вами сможем заключать какие-то коалиционные соглашения и вместе проводить свои мероприятия, вместе планировать будущее. Вместе мы спасемся. В разброд не получится ничего. Субтитры создавал DimaTorzok